Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, коллеги, партнеры, гости, которые, возможно, присутствуют в этой комнате. Итак, у нас сейчас 17 часов по московскому времени, и каждый понедельник мы проводим презентационный вебинар компании Skyway Capital, в котором мы рассказываем о возможности стать совладельцем новой инновационной транспортной технологии, стать инвестором проекта. Ну и прежде чем узнать, во что же мы можем инвестировать, каким способом мы это можем сделать, конечно же, речь идет сначала непосредственно о той технологии, кратко, что она из себя представляет, чего мы достигли на сегодняшний день, так как проект, который называется проект группы компании Skyway, на сегодняшний день он уже двигается по миру с января 2014 года, и у нас есть большое количество успехов, которым мы хотели поделиться и на сегодняшнем вебинаре в том числе. Хотя те из вас, кто внимательно следят за новостями, наверняка каждый день могут зайти на сайт нашей компании либо в личный кабинет в раздел новостей и увидеть ту информацию, которую выкладываются у нас практически ежедневно. Итак, друзья, мы сегодня с вами говорим об инновациях и об инвестициях. И действительно, та технология, о которой кратко мы с вами будем в первой части говорить, это та технология, которая внесет значительные изменения в нашу с вами жизнь, потому что те транспортные технологии, которые мы сегодня с вами используем, а мы, как еще раз я говорю, что ведем речь непосредственно о транспорте, имеют определенные достоинства и недостатки, но давайте так, еще раз я немножко упустил, прежде чем начнем наше движение, хотелось бы все-таки уточнить, мне часто пишут, что не очень хороший звук, поэтому если меня слышно хорошо и видно слайды, которые у нас на экране нашего монитора, просто поставьте плюсики. Если вы напишите еще и города, страны, с которых вы присутствовали в вебинаре, вы знаете, я не обижусь и даже поприветствую это. Хочу добавить, что информация, как я вам сказал, будет дана кратко сжата, потому что огромный объем информации можно найти на наших информационных ресурсах в интернете, на наших лендингов, на наших сайтах. Непосредственно на сайте www.nizki.com, это сайт нашего генерального конструктора, это сайт руководителя нашего проекта Анатолия Дародовича Ницкого, там очень подробно рассказывается о технологии, вплоть до, скажем так, до выводов формул многоэтажных, для тех людей, которые любят, скажем так, копать ниже самого грунта, как мы говорим. Итак, друзья, я смотрю, что плюсики в чате появились, еще маленькое дополнение. Просьба, те вопросы, которые у вас появятся, у нас будет блок информации, видео, да, наверное, в течение которых вы можете обдумать свои вопросы, и все-таки постарайтесь задать их в конце, да, то есть не прерывать в течение самого вебинара. Вот, а в конце мы постараемся ответить на большинство вопросов, которые вы озвучите, потому что трансляция у нас сегодня с вами идет не только в комнате Мирополис, но параллельно она осуществляется еще в целый ряд соцсетей, в которых также присутствуют те люди, которые пришли на наш вебинар, и вопросы, которые будут заданы в тех соцсетях, мне тоже передадут, я постараюсь на них ответить. Итак, друзья, мы с вами имеем на сегодняшний день 4 транспортные системы, которые используем уже более 100 лет, да, такие транспортные системы, как автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, и самый древний из них это водный транспорт, да. Каждая из этих систем имеет определенные преимущества по отношению друг к другу, но у них есть целый ряд недостатков, и большое количество, кстати, недостатков общих. В первую очередь, какие проблемы, скажем так, создает современный транспорт для людей, проживающих в мире? Ну, давайте сразу с вами посмотрим на слайды, которые сейчас вы видите на экране. Первое, это, конечно же, проблемы экологии, потому что практически все транспортные средства, которые сегодня используются, может быть за исключением, скажем так, небольшого количества электромобилей, да, оказывают влияние на окружающую среду. То есть выбрасывается большое количество отработанных выхлопных газов, опять же, непереработанные остатки топлива и так далее, и так далее, все это ухудшает состояние окружающей среды, потому что все эти, скажем, отличие вещества попадают в воздух, попадают в воду, и в итоге, скажем, то, что мы пьем, чем мы дышим, ну, очень сильно отличаются в худшую сторону, чем то, что было, например, там 100-150 лет назад. То есть экология страдает от современных транспортных систем. Далее, можно ли наш транспорт, который мы сегодня используем, назвать абсолютно комфортным и абсолютно мобильным? Наверное, нет, да, потому что в большинстве своем, вот я, например, живу в Подмосковье, для того, чтобы приехать на работу, у меня два вида транспорта я использую, это железнодорожный, ну и метро городской, да, фактически и то, и то рельсовый транспорт. Но у нас огромное количество людей, которые перемещаются от дома до работы на трех и более видах транспорта, это маршрутки, автобусы, троллейбусы, трамваи, там, и так далее, и так далее, плюс то же самое метро и железные дороги. И зачастую перемещаться приходится в очень душных вагонах, будь то метро, будь то электричек, стоять порой приходится на одной ноге, очень тесно, да, и поэтому комфорта фактически никакого. Плюс ко всему мы, те, кто иногда использует авиационный транспорт, да, то есть сейчас появилось огромное количество возможностей заказывать себе билеты посредством интернета, оплачивать и приезжать на регистрацию, только получать, скажем так, посадочный талон, но все равно приходится, как вот здесь на слайде, осваивать большие очереди, и порой это длится, скажем так, вот нескольких десятков минут до нескольких часов, да, для того, чтобы мы могли попасть на посадку. Опять же, что успеть зарегистрироваться и получить свой посадочный талон, нужно не позднее, там, часа, либо сорока минут до вылета самолета, обычно регистрация за 40 минут до вылета заканчивается, нужно успеть попасть в самолет, да, часто паспортный контроль занимает тоже определенное количество времени, то есть все в спешке, все в очереди и так далее, и так далее. Что еще хотелось бы отметить, одна из основных проблем всех транспортных систем на сегодня, практически все они являются опасными для людей, которые перемещаются в этих видах транспорта, будь то водный, автомобильный, железнодорожный, либо воздушный транспорт, неважно. Все они несут себе скрытую угрозу для людей, которые находятся как внутри транспорта, так и людей, которые находятся вне его, да. Ну, наверное, самый аварийный и самый опасный транспорт на сегодняшний день это автомобильный транспорт, и, как говорит часто Анатолий Брачевинский, что за год автомобильный транспорт убивает большее количество людей, чем те орудия убийства, которые создают военно-промышленные комплексы целого ряда стран, чем их там от Калашникова, например. Порядка миллиона людей каждый год погибают в различных авариях и катастрофах, наверное, в течение которых вы можете обдумать свои вопросы, и все-таки постарайтесь задать их в конце, да, то есть не прерывать в течение самого вебинара. Каждый год мы наблюдаем следующую картину, что стоимость перевозок только растет. Я ни разу не замечал, даже при условии того, что у нас были, скажем так, моменты в жизни за последние годы, что топливо снижалось в цене, да, но это никак не отражалось на стоимости в меньшую сторону перевозок, скажем так, пассажиров, либо перевозки грузов. То есть, это, скажем, небольшой перечень, который я озвучил, на самом деле и гораздо больше. И действительно, если мы ничего с вами не будем менять сегодня, если, скажем так, еще 10-15 лет будем жить той ситуацией, которая нас сегодня окружает, транспортные технологии, те, скажем так, индустриальные системы, которые существуют в мире на сегодняшний день, да, то мы можем достичь ситуации, когда будем ходить по территории нашей планеты в противогазах, и, дай бог, это может довести, точнее, не дай бог, это может еще привести к изолирующим противогазам, хотя вот изолирующие противогазы, они используются в граничных видах деятельности человеческих, ну, к примеру, пожарных, да, и дышать тем воздухом, который есть в изолирующем противогазе, вы можете, ну, там, минут 40 максимум, там, до 60, потом вам придется его снять, потому что мы доработаем тот глюкалитовый патрон, который стоит в этом противогазе, и так далее, и так далее. Так вот, логичный вопрос, да, готовы ли мы дальше терять время, деньги, потому что, скажем так, все становится дороже и дороже, здоровье, да, или все-таки настало время что-то поменять. Мы, сотрудники группы компании Skyway, нагло либо четко заявляем, что действительно пришла права что-то изменить, и, скажем, в голову человека, которого вы сейчас видите на слайде, идея о том, что транспортные системы не являются, скажем так, неэффективными, да, она, идея пришла еще в будущем, когда он учился в школе, да, потом он учился в высшем учебном заведении, и в итоге Анатолий Дарчуницкий создал теорию неракетного освоения космоса, частью этой теории является струнный транспорт Юницкого, да, то есть струнные технологии, о которых мы с вами сейчас говорим. Анатолий Дарчуницкий родился на территории бывшего Советского Союза, у него три высших образования на сегодняшний день, одно из них касается непосредственно транспортного, то есть инженер транспорта, да, далее это проектирование строительственных высотных зданий, инфраструктурных сооружений и образование в сфере патентоведения. Он за время разработки своей технологии, на сегодняшний день ни много ни мало, это 42 года, начиная с 1977 года руководил дважды проектами организации обменных наций, стал членом Федерации космонавтики СССР в 80-х годах прошлого столетия, у него была организована конференция по неракетному освоению космоса в 80-х годах в городе Гомеле, тогда еще бывший Советский Союз, да, у него более 150 различных изобретений авторских и более 20 монографий и 200 научных работ, с которыми вы можете ознакомиться на том сайте, который я вам сегодня называю уже, да, www.unitsky.com. Все свои знания и опыты, которые были приобретены за долгие годы инженерной деятельности как конструктора, человека, который работал в сфере патентоведения, он сегодня использует непосредственно реализацию своей технологии. Как я вам и сказал, на сегодняшний день вот эта идея, да, движение в направлении реализации струйной технологии насчитывает, но ни много ни мало, 42 года. Хотя для внедрения крупных, скажем, инновационных технологий в человеческую жизнь порой уходило и не одно столетие. Все начиналось в Советском Союзе, и тогда единственный способ получить финансирование реализации технологий было обращаться к государственным структурам, к администрации различного уровня, да, это, скажем так, научные круги и так далее. С 91-го года, помимо государственной структуры, администрации различного уровня, чиновичьих кабинетов, Анатолий Дорос-Черницкий стал общаться с людьми мира бизнеса, которые могли бы выделить денежные средства для того, чтобы построить тестовый участок, где можно было продемонстрировать возможности технологий, сертифицировать транспортные системы, которые создаются по технологии струнного транспорта, и выйти на строительство дорог в целом ряде регионов. И, кстати, была попытка, точнее не попытка, успешная, считаю, попытка, да, с 2001-2009 год Анатолия Дорос-Черницкого, благодаря финансированию, ну, в первую очередь, которую выделил губернатор Красноярского края Александр Лебедь, в Подмосковье был тестовый участок, полигон, как говорил сам Анатолий Эдуардович, и мы это называем, да, в подмосковном городе Озера, где технология была продемонстрирована миру, впервые, то есть именно в это время в большом количестве средств массовой информации, как печатных СМИ, которые тогда для нас были привычны, да, тогда интернет был не настолько разный, как сегодня, телевизионные каналы регионального телевидения, центрального телевидения, рассказывать технологии разработок Анатолия Дорос-Черницкого, были тематические передачи на восьмой формат телевизионных каналов, да, был целый ряд мероприятий, в которых Анатолий Дорос принимал участие, где демонстрировал свою технологию, это все, что касается мира транспорта, то есть за это время Анатолием Дорос-Черницким был получен целый ряд, скажем так, дипломов, грамот, да, золотых медалей, наград, две золотые медали ВВЦ, две премии «Золотая колесница». То есть технология была продемонстрирована миру уже в начале 2000-х годов. К сожалению, скажем так, воплощение в том виде, в котором вы сейчас видите, и то, к чему мы сейчас двигаемся, не случилось в тот момент, но сейчас мы очень близки к тому, чтобы наконец-то начать воплощать жизнь идеи Ницкого и строить вот такие линейные города. Линейные города, в которых люди смогут жить на лоне природы, в шаговой доступности у них будет транспорт, который легко интегрирован в инфраструктуру данных городов, транспорт, который сможет быстро, комфортно, за гораздо меньше деньги, доставить людей в разные уголки собственного региона, области, страны и даже, можно, скажем так, нагло заявить, и международный высокоскоростной скайвей, о котором мы с вами сегодня еще поговорим. То есть линейный город – это город кластерного типа, где в крупных высотных зданиях могут находиться и торговые центры, и офисные центры, то есть люди могут работать недалеко от дома, да, а сами в пяти минутах ходьбы проживать в комфортных коттеджах, в семейных домах, да, которые созданы также, как называется, «Умный дом», и скоро он, кстати, будет продемонстрирован специалистами нашей компании на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Концепция струнного транспорта, она затрагивает все сегменты транспортного рынка, это городской транспорт со всей инфраструктурой, да, это грузовой транспорт скайвей со скоростью до 120-150 км в час, и это высокоскоростной международный скайвей. То есть можете себе представить, что вот такие здания, пересадочных пунктов, вокзалов будут построены в наших городах, и транспорт может перемещаться внутри города со скоростью от 150 до 150 км в час по мере необходимости. Провозная способность данных вот линий, да, если мы будем говорить, например, о 14 местных видибусах, которые вы сегодня еще увидите на нашей презентации, будет составлять порядка 50 тысяч пассажиров в час на одном транспортном плече. То есть это соизмеримо с одной линией московского метро, да. Важно отметить, что данная путевая структура легко может страиваться инфраструктурой уже построенной городов. То есть для отвода необходимый для создания трассы скайвей в сотни раз меньше, чем для строительства обычной автомобильной дороги. Да, и данный транспорт может размещаться над теми дорогами, которые сегодня мы уже построили. Высота транспортной путевой структуры может составлять от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков и сотен метров. То есть данная технология позволяет строить такие путевые структуры. Высокоскорады по скайвей. То есть это тот вид транспорта, который сможет перемещаться фактически с самолетной скоростью, да, до 500 и более уже километров в час. Высота опор, как правило, данной путевой структуры будет составлять где-то от 6 до 10 метров на поверхности земли. Длина пролета, это между данкерными опорами, которые несут основную нагрузку, да, при передвижении транспортных средств, может составлять от 1 километра и более на сегодняшний день. Стоимость, кстати, 1 километра такой дороги, ну, в зависимости, конечно, от сложности исполнения, да, в зависимости от рельефа местности, может составлять там от 2-3 миллионов долларов, там, до 5-7, что значительно дешевле, чем строить, например, просто автомобильные высокоскоростные магистрали, либо высокоскоростные железнодорожные магистрали, тот путь, по которому сегодня идет целый ряд ведущих стран мира, да, где километр дороги стоит там порядка чуть ли не 100 миллионов долларов США. То есть вот сравните, да, чуть ли не 100, ну, в 50, в 40, в 30 раз дешевле, чем строить высокоскоростные железнодорожные магистрали. Что из себя представляет транспорт SkyWay? Первая часть ее, действительно, это инновационная путевая структура, которая поднята над землей. Кстати, относясь с точки зрения безопасности, мы с вами говорили, самое главное, наверное, да, отличие от всех транспортных систем, которые мы сегодня знаем, разведение транспортных потоков и потоков пешеходов. То есть транспорт будет поднят над землей, люди совершенно спокойно смогут гулять по поверхности планеты, да, здесь нет светофорных перекрестков, здесь нет пересечения транспортных линий, соответственно, это уход от того, что могут столкнуться транспортные средства, да. Вторая часть, это инновационный подвижной состав. Сегодня вы увидите видеоролик, в котором показаны те образцы транспортных средств, которые сегодня созданы. И, конечно же, инновационная инфраструктура, которую в себя будет включать здания вокзалов, пересадочных пунктов, здания, скажем так, погрузочных, разгрузочных, грузовых терминалов, потому что, как я вам сказал, что технология SkyWay, она рассчитана на, точнее, захватывает все сегменты транспортного рынка. Как я вам говорил, да, то, что поначалу развитие технологии зависело от того, выделит ли денежные средства государству под названием СССР, потом, скажем так, выделит ли какие-то государственные структуры, либо частные бизнес-структуры деньги на развитие проекта. Ну и, скажем так, одним из успешных, как я вам сказал, стадий развития технологии под руководством Анатолия Дорчилиска будет олиговать в подмосковном городе Озер, где была поддемонстрирована технология и, скажем так, второе поколение технологии SkyWay было показано миру, да, но, к сожалению, все это закончилось тем, что полигоны в подмосковном городе Озер не стало, и вот с 2014 года, точнее, в конце 2013 года Анатолий Дорчилиска со своими партнерами решили оценить все те его наработки, да, касаемые данной технологии, интеллектуальная собственность у Ницкого, она была оценена всего свыше 400 миллиардов долларов США, и было принято решение финансировать строительство, ну, на что, в принципе, и сегодня привлекаются инвестиции, очередного теста участка либо полигона посредством народного инвестиций. Анатолий Дорчилисский обратился к обычным людям, неважно, в какой стране они проживали, что есть такая технология, что вы можете стать собственниками данной технологии, приобретя для себя, скажем так, какое-то количество долей на очень выгодных условиях, да, с высоким дисконтом, вот, и в момент старта нашего проекта в 2014 году уровень доходности, либо дисконт, отличие стоимости, скажем так, долей на тот момент от номинальной стоимости, номинал каждой отдельной взятой доли, он считается равным 1 доллару с этой стартовой позиции, с которой началось движение нашего проекта в 2014 году. Был разработан 15-этапный план, как вектор развития компании, то есть каждый из этапов развития технологии в себя включал необходимый объем работ, который нужно было выполнить для того, чтобы приблизить момент демонстрации и сертификации необходимого количества транспортных средств, путевых структур, для того, чтобы в дальнейшем после сертификации приступить к строительству дорог в тех местах, где данная технология востребована. А на сегодня мы с вами знаем, что каждый день практически ведутся переговоры о потенциальном строительстве дорог в разных уголках земного шара. У нас с вами идет строительство, где мы с вами сегодня еще об этом поговорим. Итак, каждый этап имеет свой уровень доходности, имеет свой дисконт. Всего этапов 15. Сегодня мы находимся на втором подэтапе, 13 этапа, по сути дела, сегодня первый день. Об этом мы с вами поговорим во второй части нашего вебинара. Итак, суть развития нашего проекта заключалась в том, что необходимо было спроектировать участки дорог Skyway, необходимо было их построить, необходимо было продемонстрировать виды транспорта и непосредственно самопутевую структуру, завершить строительство тестового участка, тестового полигона, сегодня это называется Экотехнопарк, и приступить к внедрению технологий в тех местах, как я вам сказал, где данная технология востребована. Итак, друзья, первые инвестиции в наш проект по схеме народного инвестирования пришли в 2014 году в январе. В начале 2015 года группа компании Skyway определилась с участком местности, за которой принято решение было побороться, необходимо было на аукционе, скажем так, выиграть позицию, что данный участок будет принадлежать группе компании Skyway. И в июне месяце 2015 года состоялся аукцион, на котором правовладение на долгосрочном владении данным участком, площадью 36 гитар почти, недалеко от города Марина-Горка, в Пуховичском районе Минской области, закреплено за компанией струнной технологии, которая сегодня является частью группы компании Skyway. И это, наверное, основная компания, которая занимается непосредственно разработкой и реализацией технологий. Компания Skyway Capital, мы о ней еще будем говорить во второй части, презентация этого проекта сейчас как раз и происходит, является компанией, задачей которой это привлечение инвестиций. С целью финансирования строительства экотехнопарка, с целью проведения сертификационных работ и введения технологий на мировой транспортной рынке. Итак, в июле месяце начались первые работы на территории экотехнопарка. В августе было осуществляться строительство экотехнопарка, как я вам сказал, недалеко от города Марина-Горка, где-то в 60 километрах от города Минска. То есть основное предприятие наше, реализующие технологии, у нас находится на территории Республики Беларусь. За это время работы нашего предприятия было получено 77 патентов и сертификатов на путевую структуру, подвижной состав. Это сделано с целью защитить интеллектуальную собственность, прежде чем выходить на строительство дорог в уголках земного шара. Эти патенты и сертификаты были получены социалистами компании, скажем так, от государственной структуры таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия. 11 сертификатов и патентов Евросоюза. Это Япония, это Китай, это целый ряд стран СНГ, собственно, Россия, Белоруссия и еще целый ряд стран. Помимо того, огромный объем работы был проведен на крупных международных транспортных форумах и выставках. То есть первое участие в крупном международном транспортном форуме группы компании Skyway и непосредственно сотрудники предприятия структурной технологии приняли в 2016 году, в сентябре, на крупном транспортном форуме, который проходит раз в два года, на котором представляют, скажем так, свои ноу-хау и разработчики представители в первую очередь рельсового транспорта, то есть там процентов 95, наверное, всего, что представлено касается рельсового транспорта. Это железная дорога, метро, да, это пригородные поезда и так далее, и так далее. Так вот, первая выставка с участием специалистов нашей компании, крупный транспортный форум, был Инотранс в 2016. И после него уже, скажем так, порядка двух десятков мероприятий, на котором была продемонстрирована технология, где мы имели свои стенды, где мы имели большой успех. Много вопросов вызывало, скажем так, что из себя представляет данная технология. Очень огромный интерес у представителей транспортного отрасли, у представителей, скажем так, у руководителей регионов целого ряда стран и континентов, да, потому что на данных форумах, как правило, присутствуют люди со всех пяти континентов, которые есть на нашей планете. Ну, я перечислю несколько выставок, на которых принимало участие ключевых представителей нашей компании. Это такие выставки, как Белорусская транспортная неделя 2016-2017 года, да, то есть это были первые выставки. Это «Транспорт России» 2016-2017, это «Смарт-сити Индии» 2017 год, это «Рывы Тех Индонезия» 2017-2018 год, да, это выставка, которая прошла в Индии под названием «Смарт-сити» в 2017 году, и после которого вы увидите здесь на слайде, да, Анатолий Горчевницкий. Ну, достоевся у Диенца одного из духовных лидеров планеты, Далай-Ламы. Вот, то есть каждая выставка внесла свою липту в развитие нашей технологии, потому что все большее количество людей узнавали о том, что из себя представляет данная транспортная система, да. И после, кстати, данных мероприятий зачастили различные делегации на территорию нашего конструкторских бюро, которые в городе Минске у нас находятся, на территорию экотехнопарка. Да, непосредственно, скажем так, приезжали делегации различных научных структур, да, обучающих организаций, ведущих университетов транспортного отрасли Белоруссии, России и не только. Вот, потому что данная технология вызывала огромный интерес, и, скажем так, посещаемость наших стендов была на одном из самых высоких уровней на всех транспортных форумах. Конечно же, очень важная роль на сегодняшний день отведена нашим производственникам, которые трудятся, как мы говорим, в тылу, да. То есть у наших конструкторских бюро разработана собственная линейка двигателей мотор-колесо, которые используются на наших транспортных средствах различной мощности, да. Используются новейшие, скажем так, разработки в сфере применения новых материалов, новейшие станки, некоторые из них, которые находятся на производстве Skyway, фактически в единичном экземпляре на территории Республики Беларусь. Используются новейшие программы на обеспечение фирмы Dassault Systems, которая называется 3D Experience, это индустрия 4.0, кстати, об этом было отмечено в итогах развития 2018 года. И основные веки, скажем так, развития человечества, подсамольская правда отметила то, что компания структурной технологии Республики Беларусь использует в разработке своей транспортной системы программы обеспечения 3D Experience. Ну и, конечно же, делегации, о которых я вам говорил, да, тут всего несколько слайдов, точнее фотографии, гораздо больше. Вы можете зайти в новостной раздел нашего сайта и обнаружить, что вот каждую неделю, фактически приезжая делегации сразу на пугаково земного шара, буквально на прошлой неделе были представители Грузии. Мы ждем интервью Михаила Тереченко, который ругодит нашей информационной службой нашего белорусского предприятия. С одним из руководителей железных дорог Грузии, да, который посетил вместе с делегацией на прошлой неделе территорию Китинопарка, были, скажем так, на наших производственных площадях. Вот. И что еще хотелось бы отметить на сегодняшний день, мы в конце презентации нашей технологии скажем, какое количество сотрудников и так далее. Очень важный момент. Смотрите, в 2014 году началось привлечение инвестиций посредством народного инвестирования от обычных людей, да. В мае месяце 2014 года единственным сотрудником КБ, да, и нашего научно-производственного предприятия являлся Анатолий Дорченицкий, генеральный конструктор. Сегодня наше предприятие очень развивается, как говорится, бурными темпами, да, у нас растут отделы, занимающиеся непосредственно разработкой транспортных средств, архитектурный отдел там и так далее, да. И у нас уже есть, как мы говорим, собственные издания, собственные производственные площади, значит, на момент старта нашего проекта этого не было ничего. Это, наверное, сказано к тому, что часто в интернете появляются статьи от людей, которые не разобрались, да, которым просто лишь бы что-то написать за свои слова, не отвечая, что вот ничего не создано и так далее, и так далее. Кстати, что создано, вы увидите своими глазами сейчас на нашем вебинаре. Средства массовой информации. Где-то начиная с начала 2016 года, да, все чаще и чаще в средствах массовой информации, причем это печатные издания, это, скажем так, красивые журналы, и даже вот транспортные отрасли в том числе, да, то есть журнал, скажем так, Министерство транспорта Российской Федерации размещал информацию о развитии технологий. Это интернет-порталы крупные, телевизионные каналы, радиостанции, да, все чаще и чаще стали говорить о том, что в мире развивается новая транспортная технология, которая все ближе и ближе к своей реализации. Положительных отзывов становится все больше и больше. Опять же, я думаю, никого это сильно не затруднит, зайти на новостной раздел наших сайтов и отлистать, скажем так, одну, вторую, третью неделю назад, и вы увидите, информацию о том, в каких печатных изданиях, что о нас написали и так далее. Важный момент, на котором, опять же, хочу заострить внимание, все, что вот сегодня происходит, все, чего мы добились, это благодаря тому, что когда-то какое-то количество людей поверило на поле горшую миску, что он может разработать, точнее, у него в руках есть транспортная технология, которая изменит жизнь человечества к лучшему, да, и какое-то количество людей стало владельцами долей нашего проекта, стало, скажем так, нести информацию своему окружению, что любую из людей, проживающих на нашей планете, может стать совладельцами данной технологии, на выгодных условиях и в будущем, скажем так, получить от этого серьезный источник дохода. Что важно отметить, то, что каждый год руководство компании отчитывается о проделанных успехах на таких событиях, как эко-фестивали нашей компании. Помимо того, что в новостях, огромный объем информации, каждый год несколько тысяч человек приезжают на территорию эко-технопарка, который у нас строится, как я вам сказал, в Минской области, в Республике Беларусь. Если на первом эко-фестивале было порядка 800 человек, которые увидели расставленные промежуточные опоры трассы Skyway, да, то на втором уже, скажем так, в действии были продемонстрированы транспортные средства, а на третьем эко-фестивале первые несколько тысяч человек смогли прокатиться внутри транспортных средств Skyway. Почему? Потому что они были сертифицированы на тот момент, да, и появилась возможность, скажем так, осуществить прокат людей, тех, кто инвестировал свои денежные средства в реализацию технологии, чтобы лично убедиться, что из себя представляет транспорт, находясь внутри этого транспортного средства. Помимо всего прочего, люди, помимо того дохода, да, о котором я уже сказал, помимо, скажем так, дохода, который можно получить в процессе развития нашего проекта, чувствуют действительно сопричастность морально-духовно, да, к проекту, который принесет очень серьезные изменения в жизни человечества в целом. Да, то есть у нас есть компания, так называемая «Звездное небо» Skyway, те люди, которые стали совладельцами пакетов долей группы компании Skyway до конца апреля 2017 года, получили возможность увидеть на потолке нашего музея, который находится там же в Марьиной Горке, да, свои фамилии и имена. То есть их имена были увековечены как инвесторов, которые пришли в данную технологию на начальном этапе, то есть те люди, которые первые внесли серьезную лепту в развитие данной технологии. Все, что, как я вам говорил, создано на сегодняшний день, что это? Первое, это строительные работы, да, которые ведутся у нас, продолжают вестись на территории экотехнопарка, это создание транспортных средств, элементов путевой структуры, вот, это те самые выставки, да, в которых мы принимаем участие в разных уголках земного шара. Все это пришло благодаря тому, что люди в 2014 году и позднее, которые шли уже за ними, поверили Анатолию Даровичу Юницкому, да, и стали владельцами данного проекта. Короче, на наших вебинарах мы рассказывали о транспортных средствах, немножко, да, какие у нас есть, чего мы добились, и для тех, скажем так, сомневающихся людей, которые думают, что нам нечего показать, да, что вот, как бы, за это время ничего не создано. Конечно, специалистами нашей компании в видеодела был создан ролик, который демонстрирует транспортные средства Skyway в движении, те, которые сегодня не компьютерная графика, как это было, например, там, 3-4 года назад, когда мы только стартовали, показывали там ролик, например, про Снета, да, что если представлять технологии и так далее. Сейчас я хочу вам включить ролик, который продемонстрирует транспортные средства нашей компании, которые сегодня созданы, большинство из них сертифицировано, да, и это то, чего мы добились за те 3-4 года движения нашего проекта по планете. Итак, друзья, в видеоролик о транспортных средствах Skyway, после этого мы с вами, скажем так, подведем итог рассказа технологий и поговорим уже немножко об инвестициях в нашу технологию, что необходимо сделать, какие шаги предпринять, ну, и тех успехов, которых мы уже на сегодняшний день имели. Итак, друзья, в видеоролик о транспортных средствах нашей компании я на время вас оставлю, приятного просмотра, но не прощаюсь. То есть те вопросы, которые у вас возникают, глядя на ролик сейчас, вы можете записать все на листке бумаги, либо там в блокноты и так далее, и озвучить их в нашем чате, либо в чатах соцсетей по окончанию рассказа, когда придет время, скажем так, отвечать на вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Арабских Эмиратов. И у нас сейчас на территории Эмирата Шаржа строится инновационный центр Skyway, который будет являться частью умного техного города, который будет располагаться на территории этого Эмирата, умных Арабских Эмиратов. Коллеги, каждый из вас сегодня может, скажем так, эту сказку сделать частью своей жизни, сделать ее быю. То есть обеспечить, скажем так, свое финансовое будущее, детей, внуков, да, потому что, как говорил Анатолий Дарович Веницкий, данная технология будет приносить деньги тем, кто станет ее владельцами в ближайшие сто лет. Что еще хотелось бы отметить, да, вы можете получать часть денег с того рынка, который продолжает динамично развиваться, и денежная емкость, например, транспортного рынка на сегодняшний день, это 4,8 триллионов долларов США. Амбиция, либо то, к чему стремится группа компаний Skyway, это 30-50% всего транспортного рынка, если какие-то там, в ближайшие десятилетия, это технология Skyway. Соответственно, часть этих денег может быть и частью денег, которым будет владеть вы. Итак, друзья, мы имеем Экотехнопарк Марины Горки. Все это создан благодаря тому, что когда-то какое-то количество людей приняло решение остается владельцами данной технологии на выгодных условиях, которые сегодня существуют, и они тоже выгодные, приобрелись и пакеты далее компании. И заслуга в этом тех компаний, которые были созданы в процессе развития нашего проекта, основная цель которых это привлечение денежных средств с целью финансирования строительства Экотехнопарка в Республике Беларуси. И одна из таких компаний, это компания Skyway Capital, по сути дела, презентация которой сейчас и проходит. Для того, чтобы понять, что из себя представляет, скажем так, движение вместе с нами в нашем проекте, что такие возможности предлагает компания Skyway Capital, можно сделать очень простой шаг. Зайти по реферальной ссылке человека, который вас пригласил, либо, скажем так, ссылки, которые вы могли найти в интернете и сегодня будет на нашем вебинаре, да, зарегистрироваться в личном кабинете партнера и там получить полный объем информации, где есть, скажем так, необходимая документация, рассказывающая о том, что мы из себя представляем, то есть, по сути дела, у вас в руках будет очень удобный инструмент, позволяющий стать владельцем данной технологии. Мало того, у вас появится возможность общаться с технической поддержкой, которая существует на нашем сайте в личном кабинете в формате 24 часа 7 дней в неделю и получать консультацию отдела информационной поддержки, которая находится у нас в офисе в городе Москва. На нескольких языках специалисты данного отдела могут вас проконсультировать, что из себя представляет компания, технология, каким способом вы можете, скажем так, проинвестировать в нашу компанию и какой пакет на сегодняшний день вам было бы выгоднее всего приобрести. Итак, компания Skyway Capital, личный кабинет, то есть, самый простой шаг – это регистрация. Я вам говорил, да, что всего существует 15 этапов развития технологии, то есть, те 15 этапов, во время которых вы можете стать владельцами данной технологии, чтобы в будущем получать серьезный источник дохода, да, и получать те же самые дивиденды, например. И хочу сказать, что с сегодняшнего дня, с нуля часов, мы перешли на второй подэтап, 13-го этапа развития группы компании Skyway, и сегодня у нас дисконт поменялся. Если вчера он еще составлял от 1 к 16 на мини-кете стоимостью 15 долларов до 1 к 75, да, на пакете стоимостью 150 тысяч долларов, то сегодня вы видите тот дисконт, который уже действует на протяжении почти 18 часов 11 февраля 2019 года. Добавлю еще немножко, что на начальных этапах те люди, которые пришли в наш проект в 2014 году, несколько сотен, может быть, пару-тройку тысяч людей имели возможность приобрести пакеты с дисконтом 1-3,5 тысяч. И буквально недавно компания осуществила, скажем так, отблагодарила первых инвесторов возможность обменять до 100 тысяч долей своего личного кабинета на живые деньги, да, и некоторые люди воспользовались данной возможностью, получили уровень доходности по пакетам долей, которые они приобрели 35 раз. Ну, ни много, ни мало. Итак, друзья, пакеты, которые есть внутри нашего личного кабинета, они, как говорится, на толщину любого кошелька, то есть по вашим возможностям. Есть разовые пакеты, которые вы можете приобретать стоимостью от 15 долларов в США и до 150 тысяч долларов, да, то есть каждый из пакетов последующий, например, стоимостью 30-50 долларов, 100, 200, 350, они имеют большую стоимость, соответственно, да, они имеют больше наполнения количеством долей и больше дисконт, то есть больше уровень доходности. Помимо всего прочего, есть разные стратегии. Вы можете сразу купить себе пакет, да, и оформить его, скажем так, оформить договор по владению пакетом долей, либо вы можете выбрать возможность инвестирования посредством рассрочки. То есть у нас есть различные инвестиционные стратегии, у нас есть возможность приобретения пакетов далее в рассрочку на своих несовершеннолетних детей. И каким образом вы будете инвестировать, как вы поступите, о том этапе, на котором вы будете инвестировать в наш проект, будете решать только вы, конечно же, с подсказки специалистов нашей компании, если таковой понадобится. Либо при помощи тех людей, которые дали вам информацию о развитии нашего проекта, пригласили на подобные мероприятия, дали вам возможность разобраться в технологии, в той возможности, которую предлагает компания Skyway Capital. У нас есть еще один инновационный инструмент, помимо инновационной технологии, это возможность создать свой собственный бизнес в рамках развития нашего проекта, называется он партнерская программа Skyway Capital. Программа лояльности, и в принципе к этому можно по-разному относиться, но вы знаете, партнерские программы в различных направлениях ведения бизнеса существуют достаточно давно, и большое количество банков, страховых компаний тоже используют партнерские программы. Компания, развивающие мобильную связь и так далее, и так далее. Поэтому я вот к этому отношусь совершенно спокойно, даже рекомендую людям, если вы хотите, помимо всего прочего, чтобы получить доход, поддержать технологию, изменить ситуацию в мире транспорта, заработать денег уже сегодня, вы можете стать активным участником нашей партнерской программы, благо она проста, имеет целый ряд преимуществ, в ней всего шесть квалификационных уровней, то есть это, по сути дела, карьерная лестница, по которой вы можете расти с той скоростью, которую вы берете сами. Мало того, я добавлю, что одно, наверное, из важных преимуществ нашей партнерской программы, это то, что для того, чтобы начать движение и зарабатывать деньги, вам предоставляется возможность только подписать партнерское соглашение, скажем так, и на первом этапе даже, скажем, необходимости вкладывания собственных денежных средств нет. То есть вы можете, ну, разные ситуации бывают, когда вы не имеете денег, когда денег нет совсем, да, но вы горите идеей, вы можете стать партнером компании, давать информацию своему окружению, приглашать на подобные мероприятия, на живые мероприятия, которые проходят у нас в разных городах и странах, люди, которые получат информацию, квалифицированные ответы на свои вопросы, регистрируются по вашей реферальной ссылке, на бонусный счет у вас накапливается ваше вознаграждение, и для того, чтобы зарабатывать деньги, вам достаточно единожды осуществить приобретение любого из пакетов стоимостью 15 долларов США, тогда у вас отбор на свои деньги и денежные средства, то есть вы сможете зарабатывать. Либо увеличивать количество долей, увеличивать свой инвестиционный купель в рамках нашего проекта. Как я сказал, квалификация 6. Важно отметить следующее, что одним из преимуществ нашего маркетинг-плана, который, в принципе, вот можно изложить вот в такую таблицу, и многие из вас могут зайти в личный кабинет, у нас есть страница для партнеров, там нужно ознакомиться с положениями партнерской программы, скачать себе презентацию партнерской программы по уровню, вы можете разобраться, на каком этапе какой процент вам будет начисляться. Одно могу сказать, что минимальный процент, который вы можете получать за рекомендацию, непосредственно за привлечение людей в проекты группы компаний с скачей, это 15%. То есть сумма довольно приличная, и большое количество людей на сегодняшний день уже воспользовались возможностью, как создать себе источник дохода, так и есть те, кто, скажем так, их очень много, успокоились на том уровне, огрынули свои инвестированные денежные средства, скажем, спокойно себя чувствуют. Кто-то активно продолжает развивать бизнес, кто-то, скажем так, ждет получения дохода в недалеком будущем. Маркетинг-план, как я вам сказал, накопительный. Все, что вы делаете, никогда не пропадает. У нас отсутствуют так называемые обгоны и потери структуры, то, что существует в мире MLM бизнеса в большом количестве. У нас достаточно высокий процент, который вы можете получать от привлекаемых инвестиций, это где-то до 20% от тех денег, которые приходят благодаря действию вашей структуры. Выплата вознаграждения на достаточно высокую глубину, в случае, если вы достигли высшей квалификации и стали топ-экспертом, это до 24 уровня. Ну и можно отметить, наверное, важное, то, что в мире партнерских программ существует далеко не везде, партнерская программа компании Skyway Capital можно отнести к партнерской программе мгновенных выплат. То есть вы, все, что создается в вашей структуре, практически мгновенно, вам начисляются денежные средства на ваш бонусный счет. Если там накопится необходимая сумма для вывода, у нас вывод осуществляется от 30 долларов США, если у вас есть на бонусном счете, вы эти деньги можете выводить. Итак, друзья, как я вам говорил, 15 этапов развития. Мы сейчас находимся на втором подэтапе 13 этапа. У нас осталось, скажем так, два с небольшим этапа. И инвестирование в технологии, по сути дела, сегодня закрыто уже порядка на 80%. То есть о чем это говорит? О том, что сегодня самое время инвестировать в свои денежные средства, скажем, ответить на вопросы тех людей, которые, может быть, слушали информацию год назад, два года назад, показать, чего мы достигли, и сказать, что, друзья, данная возможность не будет существовать всегда. Возможности сегодня стать человеком, который бы инвестировать, как бы ни было, наверное, в нашей жизни появился интернет. То есть вы можете стать и развиваться в направлении недвижимости. Но для того, чтобы получать серьезный доход на этом рынке, необходимо инвестировать очень серьезные суммы денег. Десятки и сотни тысяч долларов для того, чтобы через какое-то время, может быть, даже через год, не через два, начать получать, как говорится, как говорят люди, откаты. Вы можете инвестировать в криптовалюты, потому что данное направление инвестиций развивается, наверное, активно последние 3-4 года. Но если посмотреть тенденцию того, что происходит на рынке сейчас, то он немножко затих по сравнению с тем, что было в 2017 году, когда шел рост курса основных криптовалют, которые мы с вами на сегодняшний день знаем. Опять же, дальше вы можете инвестировать в акции компании, которые есть на биржах, и это ваше право. Но, как говорит Роберт Киасаки, который написал не одну книжку о финансовой грамотности, я думаю, большинство из вас читает книжку «Богатый папа, бедный папа», он говорит, если у тебя нет свободных 20 тысяч долларов, которые ты не боишься потерять, то на фондовом рынке практически тебе делать нечего. Хотя, конечно, сейчас существует огромное количество фондов, огромное количество, скажем так, структур инвестиционных компаний, которые предлагают складчину, скажем так, большим коллективам инвестировать во что бы то ни было, они разбивают ваши инвестиции на 10, на 20 проектов, и какой-то из них будет прибыльный. Опять же, я говорю, что это ваше право. Важно понимать следующее, что проект, о котором мы говорили сегодня на данном вебинаре, это проект, который активно развивается, это технология, которая уже, по сути дела, внедряется сегодня. Мы строимся, как я вам говорил, на территории Беларуси, где у нас есть демонстрационный центр, где мы показываем, чего достигли за 4 года, и у нас уже началось строительство конкретных, скажем так, участков на территории Эмиратов, и дальше будет только больше. То есть вы еще можете успеть стать совладельцем технологии на тех ранних этапах, о которых я говорил, но это не будет длиться вечно, поэтому решение за вами. Вот мы с вами добрались до момента, когда можно озвучить какие-то вопросы, если у вас такие появились. Спасибо, что на 3 с минусом поценили мою озвучку. Благодарю, Ильдар. Если у вас есть вопросы, пишите в чате у нас в Мирополисе, я сейчас гляну, есть ли у нас что-то в чатах в социальных сетях. Вот вопрос касаемый электропитания, как получает самые малые по струнке, да, вот человек говорит, что он радиолюбитель. Двигатель мотор-колесо, который у нас на сегодняшний день встроен в несколько транспортных средств, то есть там есть аккумулятор, и двигатель мотор-колесо. И сегодня целый ряд транспортных средств, основное, скажем так, количество транспортных средств, о которых мы сегодня говорили, снабжено собственными двигателями мотор-колесами. Коллеги, по токенам, ну вы знаете, первое время я говорил, да, о том, что когда будет информация, мы обязательно ее озвучим, и те, кто, скажем так, этой темой коснулся и осуществил обмен токенов на доли, получат информацию, в виде писем, которые придут на почту, да, что необходимо будет сделать. Пока я не обладаю этой информацией, мне специально никто не рассказывает, как отдельно взятому человеку, о том, что из себя представляют сегодня наши криптоплатформы и так далее, и так далее. Какие временные рамки о готовности белой бумаги? Вот это тот же вопрос, по той же теме, коллеги, я не могу вам сейчас ответить, когда будет белая бумага, знаю, что над этим работает, знаю, что этот рынок непростой, да, те из вас, кто внимательно следят за рынком криптовалюты, обратили внимание, да, что, как бы так, вместо ожидаемого роста, который был в 2017 году, там, и вот-вот начнет развитие, скажем так, снова активный рост криптовалют, ну, мы видим пока колебания на цене, которая потихоньку понижается. Дальше будет видно, да, но технологии блокчейн, как говорят специалисты мира финансов, и не только, да, это технология, которая, конечно же, будет развиваться, это не только просто, скажем так, какая-то спекулятивная стоимость криптовалют на крипторынке, вот, и криптоплатформа, компания Skyway, она разрабатывается, и как только будет информацией, мы обязательно до вас доведем. Не люблю выдумывать, придумывать что-то, обнадеживать, да. Коллеги, что касаемо вопросов по Skyway Invest Group, лучше, что вы можете сделать, задать их на вебинарах этой компании, потому что мы к ним не имеем никакого отношения, вот, и, скажем так, у нас нет юнитов, поэтому я вам ответить не могу, Ленар. Так, друзья, вы знаете, ну, как предполагал вопрос такой, будет ли после 15 этапа закрыто инвестирование. Вообще, проект, который мы сегодня реализуем, да, и как он задумывался в 2014 году, это создание строительства испытательного полигона, тогда это называлось так, да, именно для этого привлекались денежные средства, это демонстрация технологий, сертифицирование транспортных средств, путевой структуры и всего того, что связано с технологией. Вот как раз-таки 15 этапов под это все и разбивались, да, на последних этапах развития технологии есть пункты, которые говорят о том, что проведение работ, переговоров о строительстве дорог в разных уголках земного шара. Сам проект задумывался так, что окончание 15 этапа будет говорить о том, что привлечение инвестиций посредством народного инвестирования будет прекращено. Другой информации не было. Соответственно, вероятность того, что после окончания 15 этапа вы уже не сможете приобрести доли компаний, которые могут вам приносить доход в дальнейшем со всех адресных проектов, ну, практически близка к 100%. Ну, знаете, почему бы на электромобилях Skyway не открыть прокат городских авто? Ну, для того, чтобы осуществлять прокат городских авто, необходимо в тех городах, где это делать, да, построить путевую структуру Skyway. То есть разработать конкретный проект, вот, дальше построить это все и так далее. В дальнейшем все будет видно, возможно, будет осуществляться и прокат и так далее. Сейчас мы строим инновационный центр в Эмиратах, да, где в дальнейшем планируется строительство уже рабочих трасс Skyway, ну, и дальше уже те адресные проекты, о которых разговор идет практически каждый день. Еще есть какие-то вопросы, друзья? На этой неделе будет у нас вебинар в среду, в 13.00, его будет проводить Алексей Суходоев, да. Возможно, будет вебинар, потому что на прошлой неделе не состоялся вебинар Владимира Маслова в четверг в 19 часов. Вот, если у вас больше нет вопросов ко мне сегодня, да, то я, наверное, на этом буду заканчивать сегодняшний вебинар. Хочу вас поблагодарить за то, что были сегодня на мероприятии. Успехов вам по ходу последнего зимы этого года, да. Ну, и здоровья, любви и денег вам. Спасибо за внимание. Всегда рад с вами общаться. Следующий вебинар состоится в понедельник в 17 часов по московскому времени. Спасибо огромное, коллеги. До новых встреч. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok